здравствуйте на всю владимирскую вещать телерадио компании губернии 33 в студии александр козлов как всегда мы выходим сразу в двух форматах телеверсия доступна зрителям канала домашняя в эфире радио дача частота 107 и 9 идет аудио версия программы на всю владимирскую также запись можно найти на нашем сайте его адрес сети интернет trc 33.ru начнем понемногу 3 декабря в области принят план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 год для жителей области словосочетания программ капитального ремонта уже перестала быть абстракцией многие уже прочувствовали реальность этого словосочетания на кошельке некоторым повезло больше их дома уже отремонтировали так или иначе тема актуальна тем на слуху поэтому сегодня гость нашей программы исполняющий обязанности генерального директора областного фонда капитального ремонта многоквартирных домов евгений пахомов евгений львович здравствуйте добрый день евгений львович ну прежде чем говорить о 2015 годе давайте подведем итоги года 14 все-таки это был первый год когда начала действовать программа капитального региональная программа капитального ремонта год подходит концу цыплят у нас как известно по осени считают то есть сейчас самое время сколько домов вошло в программ в 14 году и сколько отремонтировано ну всего у нас программе участвуют 11 507 домов в 14 году нас запланирован ремонт 500 семей многоквартирных домов по состоянии вот на сегодняшнее число на середину декабря 15 у нас отремонтирована 85 объектов то есть 507 запланировано 85 да мы планируем что концу года это число у нас несколько возрастет то есть при позитивном прогнозе 121 дом будет сдан после капитального ремонта при положительном прогнозе 130 домов будет сдано после капитального ремонта но все равно такая разница значительная получается 507 но даже оптимум берем до 130 домов, а вот остальные сколько там получается? Остальные дома будут продолжены, их ремонт будет продолжен, он будет завершен уже в 2015 году. Но с чем это связано? Связано, во-первых, с тем, что сама программа у нас начала реализовываться достаточно поздно. Первые торги у нас по отбору подрядчиков были проведены только в августе месяце. Опять же, это связано с тем, что для того, чтобы провести торги, необходимо получить протокол общего собрания собственников об их согласии или несогласии с предложенным видом капитального ремонта. И только после этого региональный оператор может проводить отбор подрядчиков. Поэтому, собственно, начало непосредственно реализации программы, оно было у нас отложено на сентябрь месяц. Если говорить о оставшихся домах программы, вот тех, которые еще не были ремонтированы, то здесь надо понимать, что очень многие виды работ невозможно делать зимой. Скажем, ремонт отопления, ремонт плоских кровель, это те работы, которые делают все-таки в хорошую погоду. И поэтому, безусловно, как только погодные условия позволят, эти работы на этих домах будут продолжены. Конечно, делать, сами понимаете, ремонт зимой, когда отсыпет снег, когда морозы, в некоторых случаях, ну, нецелесообразные для жителей, это будет создавать определенное неудобство. А в 2015 году сколько домов в программу войдет? В 2015 году в программе запланировано 694 многоквартирных домов, и эта цифра у нас год от года, как мы видим, растет. В 2017 году. 694. Вот у меня тут в связи с этим такой вопрос. Вот у нас с 2014 года остается 370 домов и 690 в 2015. Ну, это такой вал. Ну, насколько реально вообще эти планы выполнить? Дело в том, что уже с 2015 года региональный оператор рассчитывает перейти на работу в планном режиме. Вот вы уже говорили, что в декабре у нас утвержден как осрочный план на 2015 год. То есть мы уже знаем, какие дома, какие источники финансирования ремонта этих домов на 2015 год у нас предусмотрены. И, соответственно, мы надеемся уже в январе-феврале месяце объявить торги по отбору подаренных организаций. И так, чтобы у нас к марту-апрелю месяце все эти дома были отторгованы, чтобы на них уже были найдены подрядчики, чтобы как только позволить погодные условия, начиная с апреля, с мая месяца, они поступили к выполнению ремонтных работ. А у нас вообще подрядных организаций, которые способны выполнять такую работу в области, достаточно? Ну, вот на сегодняшний день мы привлекли 48 подрядных организаций. Большая часть из них местные, это город Владимир Владимировской области, и порядка девяти у нас организаций из города Москвы и Московской области. Так, ну хорошо, а вот в следующий год у нас возникает, то есть у нас уже сколько там получается, тысяча домов практически единовременно будет ремонтироваться. Этих мощностей хватит? Мы будем расширять, безусловно, наш пол подрядчиков, потому что мы сейчас видим, у нас есть проблема некая с отбором подрядчиков. Она связана с тем, что не все из них допускаются к участию в конкурсе, потому что они не могут подготовить документы должным образом. Поэтому соответствующая методическая рекомендация о том, как надо готовить заявки, чтобы допускали конкурс, мы подготовим. Кроме того, мы планируем переход на работу в рамках электронной торговой площадки для того, чтобы расширить информирование подрядных организаций о том, что ведется отбор подрядчиков для капитального ремонта. Мы считаем, что это нам позволит привлечь больше подрядных организаций. А как вообще, по каким критериям эти подрядные организации отбираются? У нас есть определенный порядок, который установлен губернатором области, там в этом порядке, это постановление администрации области номер 491, там закреплены критерии отбора подрядных организаций. Основной упор здесь делается на качество выполняемых работ и на репутацию подрядчика. То есть цена, как многие ошибочно думают, здесь определяющим фактором не у нас не является. В первую очередь, это репутация подрядчика и качество работ на домах, которые он выполнял ранее. То есть, если он из другого региона, то это каким-то образом отслеживается? Абсолютно никак его не особо не... Я просто почему спрашиваю, ведь если, допустим, по каким-то условиям, особенно если торги электронные, подрядная организация выигрывает эти торги, наверняка там какие-то предоплатные есть деньги, или она за свой счет делает? Нет, она делает абсолютно за свой счет, никаких авансов у нас не будет усмотрено. Ну, тем не менее, хорошо, временные затраты, то есть, да, она взяла на себя обязательство определенное количество домов отремонтировать или один дом. Она вошла в эту программу, она выполнила какие-то работы, и потом вдруг оказывается, что выполнила работы некачественные. То есть, как минимум время-то точно ушло. Вот как их контролировать? Ну, дело в том, что если дом, работа выполнена некачественно, то региональный пункт, то есть, работа просто-напросто не примет. А учитывая, что авансов он не дает, и фактически всю работу подрядчику приходится выполнять за свой счет, то смысла делать некачественно, конечно, особо нет, потому что он теряет на это время и теряет нам деньги. Поэтому такой уж прямо сильной проблемы с качеством у нас нет. Но, тем не менее, у нас факты имеются, когда дома принимаются не с первого раза, а с третьего, с четвертого раза. Только после того, как все недостатки будут устранены, мы принимаем этот дом после капитального ремонта. Хорошо. Я напоминаю, что гость программы, исполняющий обязанности генерального директора областного фонда капитального ремонта многоквартирных домов Евгений Пахомов. Евгений Львович, давайте вот в целом обрисуем картину, потому что у меня у самого, например, несмотря на то, что я, что называется, в информационном поле, и, в принципе, даже сегодня к программе готовился вчера, нет полной картинки, как происходит финансирование этой программы. Просто перечислим, какие источники, откуда берутся деньги. На сегодняшний момент у нас четыре источника финансирования. Первый, самый важный источник, это средства, которые плачут собственники в виде обязательных взносов. Ну, те вот 6 рублей 50 копеек с метра в общей площади. И еще три источника, это средства в бюджетах всех уровней. Федеральные средства, которые мы получаем из государственной корпорации, фонд содействия реформирования ЖКХ, средства областного бюджета и средства местных бюджетов. — Если в некой пропорции вот те средства, которые собираются гражданами, и те средства, которые из бюджетов всех уровней приходят, как они соответствуют? — На сегодняшний день у нас порядка 76% средств вносят граждане, а остальные – это бюджеты всех уровней. — И куда они поступают, эти средства? — Все зависит от того, какой способ выбрали собственники для формирования фонда капитального ремонта. Если они выбрали счет регионального оператора, то эти средства поступают на счет регионального оператора. А бюджетная поддержка поступает на отдельный счет, по этим средствам идет отдельный счет. Если они выбрали специальный счет, то в этом случае вот эта государственная поддержка поступает непосредственно на этот специальный счет через органы местного самоправления. — На какие цели с этого счета могут быть потрачены средства? — Только на капитальный ремонт дома. — А кто определяет те работы, которые подрядная организация выполнила? Относятся они ли к работам капитального характера или текущего? — Ну, вид работ у нас закреплен в законе, все эти виды работ, которые можно выполнять по капремонту. Это ремонт фасадов, лифтов, ремонт подвалов, ремонт фундаментов, ремонт кровель, установка общезумовых приборов учета. Это вот те виды работ, которые установлены в законе. — То есть это исчерпывающий перечень? — Да, это перечень исчерпывающий. И именно за счет вот этих средств нам подлежат анонсирование этой работы. — Хорошо. По поводу сбора средств. Какие у нас сейчас показатели по области, скажем так, средний по больнице? Ну и желательно бы отметить, кто у нас в лидерах, а кто у нас отстающий по сбору. — У нас средний процент оплаты со стороны собственников составляет 58%. Но здесь я хочу сказать, что это данные с учетом начисления ноября. Вообще по концу предыдущего месяца у нас уровень оплаты составлял 68%. То есть мы видим, что оплата у нас постепенно растет. То есть если мы когда начинали эту программу, у нас оплата была 34%, и она постепенно месяц от месяца растет. Последние месяцы где-то рост 3-4% стали. То есть мы надеемся, что к концу декабря у нас за 70% перевалит оплата за капитальный ремонт. Что касается оплаты за счет органов местного управления, то они вносят денег даже больше, чем граждане. То есть порядка 72% они оплатили. Опять же есть у нас муниципальное образование, где я выплачиваю средства собственники, так и органы местного управления, которые являются лидерами, которые являются аутсайдерами по сбору средств. — Ну давайте их обозначим. — Безусловно, в качестве лидеров можно назвать город Владимир, город Радужный. Такие образования, как Юрьевпольский район, Сильвановский район, где сбор, в принципе, даже превышает среднеобластной показатель. То есть там доходит до 80-90%. Есть муниципальные образования, к сожалению, которые отстают у нас. Это, скажем, город Александров, город Киржач и Александровский-Киржачский район, где степень сбора взносов значительно ниже, там 30%, 37%. Но, опять же, даже в рамках того же Александровского района есть, скажем, Балакирское, посёлок Балакиро, где сборы там практически 90%. То есть даже в рамках одного района сельское поселение порой очень сильно отличается по оплате взносов на капитальный ремонт. — От чего это зависит? Ну вот, во-первых, хорошо, 507 домов у нас в 2014 году вошло. То есть, что называется, на своей шкуре ощутить, что такое капитальный ремонт, ну, единицы, по большому счёту, от этого числа смогли, да? Тем не менее, идёт ежемесячный рост поступлений. С чем это связано? — Ну, здесь целый ряд факторов работы. Во-первых, изначально был налажен процесс доставки квитанции. Очень многие люди квитанции не получали. Очень многие люди относились скептически к программе капремонта. Они просто ничего не знали. Но постепенно, по мере роста информируется население, по мере того, как квитанции стали в срок приходить регулярно, люди всё-таки поняли, что за капитальный ремонт надо платить. В каких-то муниципальных узнаниях уже можно посмотреть на результаты работы. То есть, люди видят, что дома отремонтированы, соответственно, они понимают, что рано или поздно ремонт дойдёт и до них, и от взносов никуда не денешься, и копить задолженность никакого смысла. — В какой момент подрядная организация, вот она выполнила работы, когда она получает, собственно, деньги за свою работу? — Она получает деньги, как только она сдала дом. То есть, сдавать все дома в лоте, потому что у нас дома объединены, как правило, по лотам. То есть, в одном лоте 5-6 объектов, может быть, не обязательно сдавать весь лот. То есть, если она один дом отремонтировала, сдала, а мы работу приняли, видимо, что работа сделана качественно, мы сразу же и оплачиваем. — Сразу полностью? — Да, сразу полностью. — Всё понятно. Евгений Львович, у нас есть мнение эксперта, который непосредственно взаимодействует и с подрядными организациями, и с управляющими компанией. Зовут его Сергей Олейников, он является председателем совета дома на Безыменского, 8, и попутно является зампредом общественной организации ЖКХ «Контроль». Как общественника у него есть свои наблюдения и за работой вашего фонда, и пожелания тоже есть. Давайте послушаем. — Хорошо то, что работы фонд капитального ремонта добивается того, что работы производятся с максимальным качеством. Дальше идёт проверка, и вот я как общественник принимаю участие в этой проверке, и добиваемся того, чтобы подрядчик, который исполняет, он не завышал те расценки, которые есть. К сожалению, управляющие компании страдают этим, потому что их никто не проверяет, а в данном случае вот фонд капитального ремонта, вот как раз здесь добивается более правильный цен, который за выполненные работы. И если работа не выполнена, то там их никто не оплатит. Народ во многих случаях не совсем-то понимает, что требуется содержать дом в ближайшем состоянии. Там, где работают совет дома, жители работают, они прекрасно понимают и добиваются того, что дом собирает, ну, не все 100%, но, по крайней мере, высокие цифры по сбору. А там, где этого нет, там, где этого нет, значит, там и собираемость нет. То есть жители пока у нас сейчас, на сегодняшний день, не поняли, для чего нужен капитальный ремонт. А вот это должен, конечно, доказывать об этом фонд капитального ремонта. И своей работой он должен показывать, что это нужно действительно. Ну, вот тут вот сразу по этому выступлению Сергея Леникова можно тут сразу несколько вопросов почерпнуть. Как происходит оценка тех работ, которые выполняют подрядчики? Кто это производит? Ну, у нас, поскольку по закону к участию в приемке работы привлекаются сами жители, а также органы местного управления, это у нас обязательные участники процесса приемки работы. Но кроме этого, мы для того, чтобы обеспечить не только информационно открытость этого процесса, но и для того, чтобы повысить требовательность к выполненным работам, привлекаем обязательно к приемке к участию работ представители государственной жилищей инспекции и представители общественных организаций. Вот, уважаемый Сергей Васильевич у нас не раз выезжал на приемку работ. Все мы прекрасно видим, как эти работы делаются, и жители, и общественники порой самые строгие контролеры оказываются. Но они могут не ориентироваться просто в ценах на услуги. Они могут не ориентироваться в ценах, но в качестве они ориентируются, как правило, очень хорошо. И если у них замечания есть, но дело в том, что смета проходит предварительную проверку обязательно, то есть смета без предварительной экспертизы фондом к оплате не принимается. То есть только после проведения проверки на предмет ее соответствия, на предмет правильности составления переменения расценных, эта смета будет оплачена. Ага, это еще до начала работы? Да, еще до начала работы, безусловно. Понятно. Второе пожелание касалось информированности граждан. Я тут согласен с Сергеем Владимировичем. Понимание процедуры выполнения капитального ремонта повсеместного нет. Вы каким-то образом доносите эту информацию? Как это происходит? Ну, конечно, стараемся. У нас сейчас уже многие знают три информационных ресурса. Это наши сайты фонд КАР-33, ресурс МКД-33, ресурс подрядчик-33. Кроме этого, мы проводим встречи с населением практически еженедельно. Помимо этого, мы участвуем в работе многих средств массовой информации. Очень часто нас можно видеть на интервью. А вот если вы перечислили ресурсы, возникла у человека необходимость прознать, узнать, когда же в его доме будет проходить ремонт. Где он это может? Ну, самый простой способ – это воспользоваться ресурсом mkd33.ru, найти там по адресу поисков свой дом. И там вся информация по дому есть. То есть, электронный паспорт дома и в какие годы дом стоит на ремонт. Хорошо. А если мы берем, например, граждан пожилого возраста, которые в большинстве своем с интернетом, мягко говоря… Программа у нас «Капитальный ремонт» публиковалась в газете «Владимирские ведомости», поскольку это официальное издание. И каждый раз, когда она в новую редакцию входит, ее также в «Владимирские ведомости» публикуют. Кроме того, во всех местных СМИ, то есть, на уровне районов и городов Владимирской области, точно так же выдержки из этой программы были публикованы. То есть, можно просто поднять этого. А как вообще происходит? Как дом попадает в эту программу? То есть, это по желанию жильцов? Нет. Как? Дело в том, что в программе подлежат участию абсолютно всем новоквартирных домов, заключениям домов, которые признаны аварийными, прилижающими сносу. А так все остальные дома там должны участвовать. Среди о них заполняют органы местного управления. То есть, у нас есть закон Владимирской области о порядке формирования и использования программы капремонта. Там четко написано, что органы местного управления заполняют электронный паспортам на квартирных домах. Вносят туда все сведения о доме, в том числе процентового износа, из чего дом стоит, количество конструктивных элементов и их качество, сколько там квартиры, площадь, ну и так далее. Все сведения в общем-то выносят. Полностью. Да, и с момента, когда дом входит и включен в программу, он после того, как эта программа была опубликована, у людей есть два месяца на выбор способа накопления средств на капитальный ремонт. То есть, таким образом дом попадает в программу. Я просто тут тоже обратил внимание. Хорошо. Есть несколько. Ну вот, заходил, смотрел перечень домов, которые вошли в программу 2015 года. И такая не очень понятная мне ситуация. Некоторые дома более ранней постройки ремонтироваться будут позже, чем те дома, которые построены, допустим, в 80-х годах. Из-за чего это происходит? Здесь все зависит от того, каким образом программа, вот у нас есть специальный программный продукт, который формирует эту программу. Компьютерная программа, имеется в виду. Да. Росталяет он их по умерению заполнения электронного паспорта. То есть, у нас такие есть случаи, когда дом вроде бы более старый по возрасту, но если в электронном паспорте сведений о нем нет, то программа не может посчитать потребность этого дома в капремонте. Поэтому этот дом переносится на более поздний период. И в то же время те дома, которые, может быть, более новые, и, может быть, им не так необходим капитальный ремонт, но если у них электронный паспорт корректно на 100% заполнен, то у этого дома гораздо больше шансов оказаться раньше, в начале вот этого списка капремонтов. Жители как-то могут на это повлиять? Жители, безусловно, могут и должны на это влиять. Дело в том, каким образом это происходит. У нас есть специальное правительство, номер 366-468, в соответствии с которым управляющая компания обязана раскрывать всю информацию о доме, в том числе о проценте износа его конструктивных элементов. Это не просто причем их пожелания, это они обязаны это делать. И именно на основании этих данных органы местного управления заносят сведения в электронные паспорта домов. То есть, безусловно, жители могут обратиться в управляющую компанию свою, а если она никак не реагирует, то в органы местного управления для того, чтобы полностью дозаполнить электронный паспорт каждого своего дома. То есть, через управляющую компанию? Или орган местного управления. Хорошо. Ещё один момент обнаружил на сайте. Очень интересный. А в свете последних событий экономических, которые у нас сейчас в стране происходят, он может даже краеугольным, на мой взгляд, стать. Дело вот в чём. Зашёл на сайт mkd33.ru, посмотрел свой дом, ближайшие мероприятия, как уже сказал, 2020 год, замены лифта. Деньги запираются уже сейчас. Они где-то аккумулируются. На специальном счёте аккумулируются. С учётом нынешней инфляции может так случиться, во всяком случае, подозрение такое уверенное есть, что к 2020 году от этих денег-то мало что останется. Они как-то индексируются. Нет, здесь надо сразу оговориться о том, какой способ формирования фонда капремонта на вашем доме выбран. Потому что существует, по сути, у нас два способа. Это специальный счёт и счёт регионального оператора. Специальный счёт означает, что вы копите деньги только на свой дом, и ни на какие другие дома, средства расходов на быт не могут. Если у вас формируется фонд капремонта на счёте регионального оператора, то региональный оператор имеет право деньгами вашего дома ремонтировать другие дома. Точно так же, как деньгами других домов ремонтировать ваш дом. Поэтому влияние традиционных процентов на именно счёт регионального пирата, оно минимальное. Почему? Потому что региональные пираты должны все деньги в течение года потратить. То есть, оставив небольшую подушку в виде 5%, чтобы начать ремонт и работы на будущий год сразу. Но это если в течение года. Но вот, например, мы сейчас уже собираем, а ближайший ремонт в 2020 году. То есть, мы-то сейчас уже отчисляем. То есть, идёт накопление определённое. Да. Но накопление, понимаете, оно как на счёте в банке, оно у вас виртуальное. Это не значит, что у вас там... То есть, денег у вас там определённое количество защитено. Но вот наступает 2020 год, если вы на счёте регионального пирата, то региональный пирата должен вам провести ремонт. Независимо от того, хватает у вас денег на счёте именно вашего дома или нет. Это обязанность регионального пирата привлечь другие источники финансирования. Ещё один момент. Дом только построен. Ну, или там построен 2-3 года назад. Ещё, собственно, там необходимости в капитальном ремонте как таковой и нет. Уже собираются средства. С этим как быть? Дело в том, что здесь имеется некий пробел капитального гнастики. Потому что понятно, что дом, который новый, который есть гарантийный срок, с него вроде как нет смысла собирать капремонт. Но хотя по закону никаких исключений для него не предоставлено. Вот сейчас в Государственной Думе находится проект изменения в ЖК, Кодекс, и вот домам новым будет предоставлено определённый период, в течение которого они могут деньги не собирать до 5 лет. То есть до 5 лет они будут освобождаться на оплату взносов на капремонт. Но пока ещё этого нет. Пока что, к сожалению, такие дома у нас. А вот этот вообще тариф 6,50, который у нас в области принят, он насколько экономически, скажем так, обоснован, и как он выглядит по сравнению с тарифами в других регионах? Ну, я хочу сказать, что он находится где-то посередине, ну, средний как бы тариф по Российской Федерации. Может быть, чуть-чуть там повыше, чем в остальных субъектах. Но здесь необходимо учитывать, что этот тариф формируется не просто так, есть определённые металлические рекомендации, которые разработал Минстрой, есть формула для расчёта этих тарифов. И она зависит не только, скажем так, от возможности бюджета, там, да, после финансирования капремонта, но и в том числе от количества домов. Вот если мы сравним, скажем, Костромскую область, где тариф 5 рублей, и Владимир, сколько, где 6,50. Ну, в Костромской области в программе капремонта 5 тысяч домов участвуют, а у нас 11 тысяч 500. Вы понимаете, что домов объективно больше, тариф денег на их капремонт необходимо тоже больше. Поэтому тариф у нас несколько выше, чем в Костромской области. Но, кроме того, имеется прямая зависимость между тарифом и возможностями бюджета всех уровней. Все, наверное, знают, что в Санкт-Петербурге тариф там порядка 2 рублей составляет. Но в то же время мы понимаем, что в Санкт-Петербурге на капремонт общая сумма софинансирования с бюджета в Санкт-Петербурге порядка 6 миллиардов рублей. Евгений Львович, у нас сейчас время губернских новостей. Мы затронем только некоторые из них, а с полной новостной картиной дня можно ознакомиться на нашем сайте, его адрес сети интернет trc33.ru. Итак, Владимирская область третья в рейтинге предпринимательской активности среди регионов Центрального федерального округа. Позиция довольно высокая. Вслед за возглавляющими рейтинг Белгородской и Калужскими областями от Москва занимает последнюю строчку в списке. У нас показатель 5,15%, а у столицы лишь 3,06%. Для расчета рейтинга использовалось процентное соотношение между количеством ИП, которые прошли регистрацию, и количеством экономически активного населения в регионе. Статистику брали у Росстата по состоянию на октябрь этого года. Экономически активного населения в Владимирской области оказалось более 760 тысяч человек, а зарегистрированных ИП почти 40 тысяч. Впрочем, уже в ближайшее время рейтинг может претерпеть существенные изменения, поскольку экономическая ситуация стремительно меняется. Вот в этой связи, Евгений Львович, у меня к вам вопрос. Вы рассматриваете ситуацию, что в связи с тем, что платежеспособность населения, скажем, может несколько снизиться в связи с экономическим обострением, что люди просто перестанут платить на капремонт? У нас есть механизмы защиты населения от таких скачков, ведь у нас не зря существует система социальной защиты. Если у вас в общей сумме расходов на жилищные капитальные услуги, в том числе на капитале ремонта, определенная доля превышает, 22% для семейных и 18% для одинокопроживающих, то вы имеете право получить жилищную субсидию. Эти жилищные субсидии, безусловно, департаментам социальной защиты населения предоставляются. То есть, в принципе, определенные гарантии у людей для защиты их интересов, в том числе в оплате жилищных капитальных услуг, они есть. И несмотря на экономическую ситуацию, я думаю, что все-таки этим вариантом можно воспользоваться. Тут опять нужно упомянуть о том, что об этом варианте нужно знать. Информирование, информирование. Да, к сожалению, не все об этом знают. Двигаемся дальше. Во Владимире открыта горячая телефонная линия, на которую можно сообщить о плохом топливе на заправках. Звонки принимаются по будням с 9 до 17 часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов. Работают на линии специалисты областного департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг. Напомню, что проблемой и некачеством бензина губернатор Светлана Орлова занялась лично. Еще в ноябре она заявила о глобальных проверках местных АЗС, чтобы выяснить, где конкретно бодежат топливо. У вас есть право обратиться в департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области. В территориальный отдел Росстандарта по Владимирской области, улица Новоимская, дом 73, город Владимир. Либо в управление Роспотребнадзора по Владимирской области, на улицу Офицерскую. Либо в прокуратуру Владимирской области о тех или иных нарушениях при реализации нефтепродуктов. Мы будем реагировать на каждый звонок, который будет сигнализировать о нарушениях в сфере реализации нефтепродуктов. Евгений Львович, а вы сталкивались когда-нибудь с ситуацией, когда вам на заправке заливали не то топливо, которое нужно? Да, сталкивался. И как? Ну, не так часто, на самом деле. Я просто сменил заправку, стал заправляться на ту, где таких ситуаций не бывает. Та самая рука, невидимая рука рынка, да? Да, совершенно верно. Мне приходится ездить на заправку, которая дальше от моего дома, но я знаю, что там топливо качественнее. Ну, теперь есть еще и официальная возможность воздействовать на некачественных поставщиков. Еще одна новость. Из Владимира в Питер на самолете. Аэропорт Семязино в будущем феврале начнет регулярное авиасообщение с северной столицей. Между администрацией нашего региона и компанией Псковавиа достигнута предварительная договоренность. Уже через неделю Владимирский аэропорт проверит комиссия Росавиации на предмет готовности к регулярным рейсам. Первый перелет совершит самолет Ан-24. Продлится путешествие полтора часа. Его стоимость не превысит четырех тысяч рублей. Помимо Санкт-Петербурга планируется наладить регулярное авиасообщение из Владимира в Анапу и Симферополь. Сейчас в аэропорту вовсю готовится. Уже отремонтирован зал ожидания и установлена стойка регистрации. Будут установлены кресла для пассажиров, металлодетектор и рентгенаппарат для проверки багажа. На летном поле сейчас только чистит снег, а вот сам периметр воздушного порта огораживают новым забором. Пока на аэродроме базируются лишь эскадрильи лесоохраны. Около десятка Ан-2 и один Ан-26. По весне эти самолеты разлетятся на патрулирование, а вместо них станут перебывать пассажирские Ан-24 и бразильские Эмбраеры. Отразится ли перепрофилирование аэропорта на работе лесоохраны, мы спросили у Евгения Малышева, главы департамента лесного хозяйства области. На работе авиабазы это конечно отразится, но отразится в лучшую сторону, потому что любое развитие это хорошо на самом деле. А по развитию аэропортовой деятельности у нас разработана программа, она утверждена губернатором, по которой предусматривается выделение финансирования порядка 80 миллионов. Это очень важный момент, это новый толчок развития авиабазы. Туризм это точка роста, это точка опоры и для развития экономики, и для развития области. Поэтому очень серьезно занимаемся этим вопросом, думаю, что все запланированное будет осуществлено в соответствующие сроки. И в феврале месяце планируем первый полет по маршруту Владимир-Санкт-Петербург. Владимир-Санкт-Петербург, Владимир-Анапа, Симферополь, как думаете еще, какие неплохо было бы направления заполучить нам? Я думаю, в связи с общей экономической ситуацией в мире, с ростом курса валюты, я думаю, что у нас несколько выездной туризм будет сокращаться. Наверное, будет людям все-таки интересно летать по России, безусловно, на наш российский юг, в том числе и Крым, и, наверное, вот туда, за Урал. Я бы еще на Байкал вот добавил. Да, на Байкал, Туа. У нас очень много интересных мест в России, которые стоило бы посетить, но куда достаточно тяжело добраться. С малого начнем. Пока начнем с Питера и Анапы, а там продолжим. Евгений Львович, спасибо большое. Я напоминаю, что гостем программы «На всю Владимирскую» был Евгений Пахомов, исполняющий обязанности генерального директора областного фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Я, Александр Козлов, с вами прощаюсь. Следите за новостями на нашем сайте trc33.ru. До встречи на телеканале «Домашний» и в эфире «Радио Дача». Удачи во всех начинаниях. По прогнозам синоптиков, в течение дня у Владимира будет пасмурно, небольшой дождь, ветер южный 4 метра в секунду, температура 1 градус выше нуля, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В Александрове пасмурно, снег с дождем 0 градусов. В Коврове также пасмурная погода, небольшой снег, температура 1 градус ниже нуля. В Муроме пасмурно, возможно, небольшой дождь, столбик термометра опустится до минус 1.